Приветствую, дорогие друзья! На Алиэкспресс приближается очередная распродажа Черная пятница, которая почему-то стартует с понедельника 23 и продлится по 27 ноября Как и всегда ранее, я сделал подборку самых выгодных и интересных предложений к покупке Как по смартфонам, так и по телевизорам Как вы знаете, телевизоры сейчас тоже очень выгодны и рентабельны к примитению Так что сажитесь поудобнее, с вами канал Smart Life, поехали! А как обычно, на этой распродаже будут действовать три вида различных скидок Первый вид скидки это спецкупоны, которые вы можете без проблем получить на главных страничках распродажи Применяются они не во всех магазинах и не во всех групп товаров Где вот есть такой вот красный промокод, то здесь он будет применяться Но опять-таки спецкупоны действуют буквально в течение первой секунды распродажи Бывает где-то они дольше, количество времени работает То есть здесь нужно все проверять интуитивно Но особо на эти спецкупоны я бы сказал, что рассчитывать не стоит А второй вид скидки это у нас идут купоны непосредственно от продавцов Они вот таким вот желтеньким образом выглядят тоже от определенной суммы Их можно получать в определенных групп товаров И также вот на страничках магазинов товаров тоже нажимаете здесь Получить и таким вот образом у вас будут уже купоны от продавцов Ну и третий вид скидки это у нас идут непосредственно уже промокоды В группе ВКонтакте основной список всех промокодов я опубликовал Точнее будет опубликован Также в описании под этим видео будет у нас продублирован весь список промокодов И вот здесь вверху видите я специально вывел информацию по главным промокодам Сразу обращаю ваше внимание, что данные промокоды будут обновляться То есть вот я вам специально демонстрирую 11.11 изначально был один список промокодов Потом они закончились, то есть они применяются один раз на один профиль Потом 12.11 появились другие промокоды И 13.11 появились третьи промокоды, которые применялись То есть три раза у нас обновлялись промокоды На этой распродаже я думаю такая же ситуация будет Скорее всего в понедельник будет действовать вот этот список промокодов В среду скорее всего обновятся эти промокоды И в пятницу на завершающем этапе еще какие-нибудь появятся промокоды Так что следите в описании под этим видео я буду все обновлять И также в группе ВКонтакте буду все дублировать Когда промокоды будут обновляться я буду эту информацию обязательно пополнять Так что отслеживайте, подписывайтесь в группу ВКонтакте В описании под этим видео проверяйте, если вы хотите максимально сэкономить Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к нашей подборке, начнем мы с телевизоров, тоже коротко пробежался по всем телевизорам, посмотрел какие есть интересные варианты, значит, что я могу сказать, ну вот ТЦЛ телевизоры, остались цены на них такие же, как и 11.11, то есть такой же прайс, 43 дюйма, 4К разрешение, 16 тысяч рублей, такая же была цена на этот телевизор 11.11, хороший ценник, и сразу обращаю ваше внимание, здесь промокод применяется немножко другой, не вот этот список, который вверху, то есть у этих телевизоров немножко другие промокоды действуют, то есть здесь тоже обращайте внимание на эти нюансы, дальше, следующий телевизор это ТЦЛ, 50 дюймов, 4К разрешение, 19 тысяч рублей, такая же цена была на него 11.11, я его уже заказал, он ко мне едет, надеюсь, на вот этой неделе, которая будет, он ко мне приедет, а следующий телевизор Тошиба, это у нас 50 дюймовый телевизор, делал на него обзор относительно недавно, если хотите, посмотрите на YouTube канале, значит, он стоил, по-моему, 20 тысяч, сейчас он стоит 21 тысячу, в принципе, да, немножко дороже, чем 11.11, но в любом случае, 21 тысяча, как для телевизора с 57-го диагонали, с 4К разрешением, этот ценник хороший, и телевизор в целом, я считаю, что очень даже интересный, далее идет у нас 55 дюймов, сразу, смотрите, 24 тысячи рублей, это у нас тоже ТЦЛ, хорошее предложение, если вы смотрели в сторону такой вот более большой диагонали, это у нас Hisense 55 дюймов, немножко дороже, смотрите, этот у нас 24, здесь у нас 27 тысяч рублей, Hisense и Тошиба, вроде бы, как говорят, что там матрица стоит одна и та же, то есть, по сути, Hisense выкупила бренд Тошиба, и поэтому это у нас, получается, одни и те же телевизоры, но, может быть, видите, Тошиба стоит немножко дороже, я не знаю, в чем будет там разница, тут 27 тысяч, здесь у нас 28 тысяч, но в любом случае, для диагонали в 55 дюймов и 4К разрешения, мне кажется, оба телевизора тоже интересны к приобретению, и вот здесь самые такие вот большие телевизоры, самой большой диагональю, Тошиба 65 дюймов за 42 тысячи рублей, тоже хорошая цена, безусловно, я считаю, и вот Hisense тоже стоит уже немножко дороже, 46 с половиной тысяч рублей, ну вот, хорошее предложение, я не знаю, конечно, как там сейчас по ценам в местных магазинах, но я вижу, что цены хорошие, в местных магазинах обычно стоят телевизоры немного дороже, но на Черную Пятницу, возможно, будут тоже какие-нибудь скидочки, и телевизоры можно и там будет взять, но в любом случае, вот эти варианты, которые я вам демонстрирую, очень даже интересны к приобретению. Далее давайте перейдем непосредственно к подборке смартфонов, тоже просмотрел все самые интересные варианты, и начнем по возрастанию, от самых бюджетных вариантов к самым дорогим. Значит, первый смартфон, который, в принципе, неплох по ценообразованию, можно предложить к покупке, это Cubot Note 7, значит, тут такой вот минимальный набор по характеристикам, сразу могу сказать, это такая вот звонилка запасная, я не знаю, там первый смартфон ребенку, либо там бабушке-дедушке, если не хотите сильно тратиться, 58 долларов, плюс можно будет к этому смартфону применить промокод на 500 рублей, и в любом случае, там цена выйдет в районе 4,5 тысяч рублей, если не ошибаюсь, ну, вроде до 5 тысяч рублей, безусловно, он будет стоить. Значит, у нас здесь 3100 мАч батарея, процессор, конечно, слабенький, 6737, но, опять-таки, для Viber, для YouTube его будет хватать, так что вполне неплохо, можно такой вот вариант к покупке рассматривать, я считаю, что, видите, 2600 заказов говорит о том, что, в принципе, нормальный смартфон, и в целом люди этим смартфоном будут довольны, 4G у него самое главное поддерживается. Далее идет у нас смартфон Infinix Hot 10 Lite, этот аппарат я заказывал на прошлой распродаже, значит, он будет стоить порядка 5 тысяч рублей, немножко дороже, тут у нас уже оперативной памяти, ну, 2 гигабайта, но постоянной 32 гигабайта встроенной памяти, батарея у нас уже более такой вот емкий аккумулятор имеет, значит, 1111 он стоил немножко дешевле, сразу могу сказать, но, в принципе, даже вот за 5 тысяч рублей, я считаю, что можно предлагать данный смартфон к покупке. Здесь тоже процессор такой уже стоит немножко помощнее Helio A20, но, в любом случае, здесь уже аккумулятор больше емкости, 5 тысяч рублей, думаю, что вполне закономерная и оправданная цена. Далее тут у нас смартфон Realme C11, тоже на прошлой распродаже он стоил, по-моему, также стоил 7 тысяч рублей, ну, вот, 2.32, у нас здесь процессор Helio G35, здесь можно будет применить промокод на 700 рублей, видите, здесь указано, какие промокоды применяются, ну, неплохое предложение, как для такой вот автономной лошадки, которую можно приобрести, и данный аппарат, обращая ваше внимание, уже будет цена в России, то есть доставка будет быстрая, и это, безусловно, положительный аспект. Следующий смартфон у нас Redmi 9C, тут у нас уже аналог того же Realme C11, просто что от Xiaomi, он стоит немножко дороже на 390 рублей, но если вам нужен смартфон от фирмы Xiaomi, а не от Realme, можете брать вот этот аппарат, но, мне кажется, Realme будет немножко повыгоднее. Далее идет смартфон у нас Oukitel C21, Oukitel C21, тут тоже такая же цена у нас на прошлой распродаже была на этот аппарат, 100 долларов, неплохая цена, плюс можно будет применить промокод на 500 рублей к этому устройству, то есть цена будет в районе там 7500 рублей, как для смартфона с Full HD разрешением, с вполне бодрым процессором Helio P60, и при оперативной постоянной памяти 4.64 гигабайта, тоже неплохое, хорошее предложение. И видите, 1400 заказов говорит о том, что смартфон пользуется спросом. А далее решил вот добавить смартфон от компании Doogee, конечно, знаю, многие такие вот бренды третьего эшелона не любят, но, по крайней мере, такие вот бренды предлагают такие ударопрочные смартфоны. Тоже есть такая вот категория людей, которые ищут именно такие недорогие смартфоны с таким вот усиленным корпусом. Ну и вот это предложение я посчитал достаточно неплохим и интересным. 110 долларов, опять-таки применяем промокод на 500 рублей к этому устройству, и получаем цену в районе там 8, даже меньше, чем 8 тысяч рублей, там где-то, по-моему, 7 с небольшим. Хотя вот здесь указано, что 8142 рубля он будет стоить, да, с промокодом на 500 рублей. Ну, пускай будет так, в любом случае, 8000 для 4.64 оперативной постоянной памяти, для такого вот неплохого процессора Helio A25. То есть, естественно, процессор не мощный, но для минимальных задач, я думаю, что этого смартфона вполне будет хватать. Такая, знаете, звонилка для бати, который там работает на стройке, и чтобы телефон не убился. Вот такой вот смартфон можно посмотреть к приобретению. А далее идет вот смартфон, нашел в Мегафоне за 8200 рублей, а 4.64 оперативной постоянной памяти, новиночка от компании Motorola, в этом году была представлена, в сентябре, если я не ошибаюсь. Значит, тут у нас 48-мегапиксельный сенсор, емкий аккумулятор на 5000 мАч, но при всем при этом, тут, по-моему, не особо мощный процессор Snapdragon 460 или что-то типа такого. Ну, в общем, 400-й серия Snapdragon. Ну, вот я сижу, на самом деле, думаю, вполне возможно, я этот смартфон закажу на обзор. Новинку от компании Moto мне интересно рассмотреть. В принципе, неплохое предложение. Да, не особо мощный процессор, но 4.64 оперативной постоянной памяти, 8000 рублей, емкий аккумулятор, ну, такой вот тоже смартфон-работяга. Вполне неплохо можно данный смартфон посмотреть, что он из себя будет представлять. Да, вот Snapdragon 1.8, там, по-моему, 400 какая-то серия процессора. Я сейчас не буду уже обманывать вас, потому что не помню, забыл. Значит, Realme C3 тоже не перестает оставаться данным аппарат актуальным. Значит, версия именно 3.64, я рекомендую именно эту версию. Значит, он будет стоить 8600 на распродаже 11.11. Он стоил, если не ошибаюсь, там, по-моему, 8000 рублей, то есть немного дороже. Но в любом случае, я вот неоднократно говорил, что этот смартфон в пределах 9000 рублей, я считаю, очень выгодным предложением. Самым, наверное, рентабельным предложением в пределах 9000 рублей, потому что он предлагает хороший процессор Helio G70, который по производительности себя проявляет очень хорошо. Небольшое разрешение, поэтому в играх смартфон себя показывает достойно. У него есть NFC в версии 3.64, емкий аккумулятор, хорошая светосильная камера, так что вот, если у вас есть 9000 рублей, вот этот смартфон самое выгодное приобретение, вот сразу могу вам сказать. Далее идет смартфон у нас Huawei P40 Lite E, 10000 рублей. Тоже, в принципе, относительно неплохое предложение, как для версии 4.64 и для Kirina 710. 48 мегапикселей у нас сенсор здесь установлен, широкоугольный объектив есть, достаточно компактные габариты, Full HD плюс разрешение. То есть, ну, неплохое решение, но опять-таки не забываем, это у нас Huawei P40 Lite E, Google сервисов тут у нас нет. Значит, Lenovo у нас уже подорожал, на прошлой распродаже его можно было взять за 120 долларов, сейчас он стоит 131 доллар. На 10 долларов дороже, это у нас на 800 рублей дороже от прошлой распродажи, но все равно, все равно, несмотря на этот факт, он получается по цене в пределах 12 тысяч рублей, как для Snapdragon 710, как для компактного смартфона с хорошей эргономикой и достаточно хорошим экраном. У этого смартфона действительно качественный хороший экран с Full HD разрешением. Данный смартфон к покупке рекомендовать можно, то есть он там выходит 137, по-моему, в районе 10 с небольшим тысяч рублей, не 12, 10 тысяч с небольшим. Это хорошее предложение. Дальше идет у нас смартфон Redmi Note 9, 3.64 либо 4.128. Опять-таки, видите, здесь у нас хитрая уловочка от продавца, пишут цену 9.500, точнее 9.400 рублей, но это с применением вот этого спецкупона. Получится ли вам применить этот спецкупон? Я думаю, что вряд ли, и в итоге цена здесь на самом деле будет этого смартфона в версии 3.64 немножко дороже, чем 10 тысяч рублей. Но в любом случае, там, 10 с небольшим, неплохое предложение, как для смартфона с бодрым процессором, с хорошей камерой на 48 Мп, хороший экран. То есть в целом в пределах 11 тысяч рублей, как для версии 3.64, Redmi Note 9 остается, наверное, один из самых выгодных предложений к покупке. Так что вот тоже данный аппарат можно брать на этой распродаже. Далее идет у нас Meizu 16. Здесь смартфон будет стоить у нас с применением промокода в районе 11 тысяч рублей. На прошлой распродаже он стоил немножко дешевле, там, в районе 130 долларов. Но, видите, наверное, его уже начали разбирать, маленькое количество запасов осталось, и поэтому цену на него немного приподняли. Да, вроде бы как дороже, но в любом случае в пределах 11 тысяч рублей, как для смартфона с AMOLED-экраном, с компактными габаритами, с металлическим корпусом, с оптической стабилизацией и с процессором Snapdragon 710, это остается актуальным предложением. Так что для тех, кто любит компактный Meizu 16, также можно приобретать данный аппарат. Следующий смартфон у нас идет такая вот более повышенная категория для ударопрочных смартфонов. Если вам хочется ударопрочный смартфон более такого вот премиального типа, вот 628 оперативной постоянной памяти. Тут у нас уже идет камера на 48 мегапикселей, Full HD+, разрешение, NFC у данного смартфона есть. А также здесь вполне бодрый процессор Helio P60, если я не ошибаюсь. То есть в целом, ну вот 160, 150 долларов, а тоже там в районе 12 тысяч рублей, неплохо, неплохо, вполне как такой вот немного прокачанный ударопрочный смартфон. Вот это предложение также можно рассмотреть в покупке. Видите, 13 тысяч заказов говорит о том, что такие вот смартфоны все-таки пользуются спросом, несмотря на то, что ударопрочные смартфоны не всем нравятся. Далее идет у нас смартфон Redmi Note 9S, 168 долларов, с промокодом, и здесь уже можно применить промокод на 1000 рублей, то есть здесь цена уже выше 12 тысяч рублей, и данный аппарат будет там стоить в районе 11,5. Опять-таки здесь у нас хитрая уловка от продавца, потому как здесь цена указана 10,5, но здесь с применением вот этих спецкупонов. Сильно на них я бы сказал, что рассчитывать не стоит. Но в любом случае, 170 долларов, как для смартфона с Snapdragon 720, с емким аккумулятором, с хорошей камерой, Full HD, плюс разрешение. То есть смартфон, по сути, является самым таким вот интересным предложением по производительности, если вам не нужен модуль NFC. У Note 9S, к сожалению, модуль NFC нет, но вот если NFC вам не нужен, то данный аппарат очень даже рентабелен к приобретению. Дальше идет смартфон у нас Infinix 08. На прошлой распродаже я его заказал, там цена была у меня вообще суперовская, но в любом случае, смотрите, цена 177 долларов, а с промокодом на 1000 рублей цена будет еще меньше. То есть он выходит там в районе 14 тысяч рублей. Как для смартфона с оперативной постоянной памятью 828, с камерой на 64 мегапикселя, емкий аккумулятор, у нас здесь 90-герцовый экран. Я считаю, что смартфон также остается актуальным. Если вам не повезло, и вы на распродаже 11.11 его не взяли, вот на этой распродаже также можно его взять, цена вполне годная и интересная. Realme 6 у нас 428, 14 тысяч рублей. На прошлой распродаже 11.11 он стоил 13 900, подорожал совсем немного, получается где-то на 200 рублей, где-то там 200 с небольшим рублей. 14 200 хорошее предложение, хороший смартфон в пределах 15 тысяч рублей. Вот этот смартфон, наверное, самый интересный, потому как он предлагает хорошую камеру на 64 мегапикселя, он предлагает хороший процессор, он предлагает модуль NFC, то есть это смартфон у нас некомпромиссное решение, это глобальная версия, будут обновления приходить регулярно. Вот смартфон также очень даже интересен к приобретению. Далее идет у нас смартфон Redmi Note 9 Pro, 200 долларов, вполне неплохое предложение, если вам нужен смартфон именно от компании Xiaomi, если вы реально брезгуете. Тоже, видите, 6 с половиной тысяч заказов, говорит о том, что смартфон популярный, пользуется спросом. Конечно, 12 300 он стоит не будет, он будет стоить где-то в районе 14 с половиной тысяч рублей по нынешнему курсу. Тоже хорошее предложение в пределах 15 тысяч рублей для смартфона с 64 мегапиксельным сенсором, с Snapdragon 820G, с модулем NFC. Данный аппарат тоже вполне годный, интересный к предложению. Далее идет у нас смартфон Huawei P40 Lite, это у нас уже смартфон на базе более мощного чипа 810 Kirin, 628 оперативной постоянной памяти, достаточно компактный смартфон, и вот он будет предлагаться по цене в 15 тысяч рублей. Тоже хорошее предложение, на самом деле я вот сам в раздумьях, я на этот смартфон обзора не делал, вполне возможно на этой распродаже я закажу этот смартфон, потому как, ну вот мне, наверное, все-таки он интересен, не знаю, буду заказывать или не буду, я еще подумаю, но вполне возможно закажу, потому как, в принципе, в пределах 15 тысяч рублей этот смартфон предлагает, наверное, одно из самых лучших решений, одно из самых лучших решений по производительности. Все-таки Kirin 810 будет обходить те же Snapdragon 720G, 730G, Helio G90T, потому как, ну, 810 это все-таки более такой вот продвинутый процессор в среднеценовом сегменте. Так что смартфон для тех, кто делает ставку на лучшую производительность, делает ставку на более компактные габариты, но не делает ставку на Google сервисы. Google сервисов у этого смартфона, к сожалению, нет, учитывайте данный нюанс. Далее идет у нас смартфон Poco X3 NFC, смотрим, этот смартфон у нас 210 долларов, на распродаже 11.11 он стоил 200 долларов, то есть на 10 долларов подорожал, но при всем при этом, несмотря на такое вот небольшое подорожание, я считаю, что в пределах 210 долларов его брать можно. Плюс не забываем, что мы применяем на данный смартфон промо-код на 1000 рублей, и в итоге цена у нас будет меньше, чем 200 долларов, то есть ценник будет там в районе 14, точнее 15, может быть, с небольшим, то есть в пределах примерно 15 тысяч рублей, все зависит еще от курса, который будет во время этой распродажи, так что, ну, 15, 200, я вот на той распродаже тоже взял где-то за такой прайс. Я применял к этому смартфону промо-код на 500 рублей, у меня на 1000 рублей промо-код закончился, но если применить на 1000, я думаю, что тоже смартфон вполне интересный к приобретению. Видите, цена 15, 146 рублей, где-то так оно и есть. Далее идет у нас смартфон Meizu 16TH, вот на этот смартфон цена подешевела, на распродаже 11.11 он стоил 225 долларов, сейчас он стоит уже 217 долларов, то есть, видите, этого смартфона, наверное, осталось большее количество, на него цены начали потихонечку опускать, опускать. В итоге у нас цена получается с применением промо-кода 16000 рублей, хорошее предложение, как для смартфона с 845 Snapdragon, как для смартфона с стереозвучанием, с AMOLED-экраном, с оптической стабилизацией на данный аппарат, с компактными габаритами. Это флагман, это флагман, сами друзья знаете, но при всем при этом, к сожалению, у него нет модуля NFC, то есть, да, NFC нет, но зато он дает хорошую производительность, 845 Snapdragon будет значительно всех лучше смартфонов среднеценного сегмента, таких процессоров, как Snapdragon 720G, 730G, 732G, Helio G9ST, то есть, 845 Snap, он все-таки очень даже хорош по производительности, на данный момент себя показывает достойно, так что Meizu 16th подешевел, и это хорошее предложение. Далее идет на смартфон Realme 6 Pro, смотрите, тоже цена вполне интересная, вот его я рекомендую заказывать непосредственно с Китая, потому как в Китае он будет стоить еще дешевле, на Tmall он, по-моему, стоит там в районе 18 тысяч рублей, а вот с Китая можно будет его заказать за 16 тысяч рублей с применением промокода, хорошее предложение, как для смартфона с зум-объективом, с IPS-экраном, с частотой обновлением в 90 Гц, с, что там еще интересно было, стеклянный корпус, двойная фронтальная камера, то есть смартфон, ну, безусловно, очень хорош, и в пределах 16 тысяч рублей, наверное, одно из самых выходных предложений, вот именно Realme 6 Pro, и плюс, не забываем, у него за эту модификацию, за 16 тысяч рублей, вы покупаете модификацию 828, а это очень хороший запас памяти. Далее идет на смартфон Poco X3, в принципе, прямой конкурент Realme 6 Pro, но у Poco X3 лучше стереозвучание, это у нас версия именно 628, я вам показываю смартфон, который будет продаваться непосредственно в розничных магазинах, то есть это у нас, ну, как не в розничных магазинах, это по месту, быстрая доставка, годовая гарантия, 19 тысяч рублей для Poco X3, для версии 628, хорошее предложение, смотрите, 18 тысяч заказов, на прошлой распродаже он также и стоил, так что цена такая же, как 11.11, если вы не успели его взять, 19 тысяч рублей, хорошее предложение, можно брать, также рекомендую. Далее идет на смартфон OnePlus Nord N10, который я забыл рассказать на прошлой распродаже, но я его заказал. Значит, он будет стоить у нас, вот здесь 269 долларов, на самом деле неправильно, потому что на самом деле можно будет здесь применить 30-долларовый промокупон от продавца, мы применяем 30-долларовый, то есть 270 долларов получаем цену, и плюс еще можно будет промокод применить на 25 долларов, то есть видите, здесь указан промокод, вот этот промокод вы применяете, и получаете скидку в 25 долларов, и в итоге у нас смартфон выходит 19 с небольшим, Такая же цена, как я его заказал на распродаже 11.11, там, по-моему, 19.200 На него уже будет налог, потому как он превышает порог в 235 долларов Но налог буквально копеечный, я заплатил налог 83 рубля Так что тоже интересное предложение Тут у нас новый процессор Snapdragon 690, который по производительности вроде бы как обходит Snapdragon 720G, 732G, Helio G90T Тут у нас 90-герцовый экран, достаточно неплохой аккумулятор на 4300 мАч, быстрая зарядка, 64-мегапиксельный сенсор То есть смартфон интересный, интересный, я его заказал, так что ждем, посмотрим, что он же из себя будет представлять Так что вот тоже интересное предложение, если вы поклонник OnePlus, данный аппарат можно брать Далее идет на смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite Для тех, кто любит компактные такие вот смартфоны с хорошей автономностью, с загнутыми краями дисплея 278 долларов Опять-таки тут у нас можно будет применить промокод на 1500 рублей Хорошее предложение Тут цена указана 19500 Ну на самом деле, по-моему, цена здесь будет немножко дороже Тут продавец лукавил Хотя я сейчас точно не проверял Ну, по-моему, в любом случае он выходит в районе 20000 рублей Неплохое предложение, как для смартфона с модулей на C, с таким вот премиальным видом, с загнутыми краями 3D стеклом То есть смартфон именно по материалам корпуса привлекает Он реально ощущается дорогим и премиальным устройством И плюс у него хорошая автономность с хорошей камерой, которая позволяет делать качественные и элегантные снимки Далее идет на смартфон, который, в принципе, я рекомендовал для тех, кто хочет поставить ставку на топовую мощь Тут у нас смартфон с процессором от Mediatek Dimensity 1000 серии Который в Antutu набирает под 500 тысяч баллов в Antutu То есть, ну это очень хорошие показатели 302 доллара, такая же цена на него была 11.11 Плюс применяем промокод Здесь можно будет уже применить промокод, по-моему, на 1800 рублей И в итоге ценник там будет в районе 21 тысячи рублей За 21 тысячи рублей это самый топовый, самый такой вот мощный смартфон будет Сразу уверяю вас Но при всем при этом он имеет недостатки, потому как у него, к сожалению, нет поддержки Седьмого, точнее, да, у него нет поддержки и седьмого, и двадцатого бэнда в 4G-сетях Только третий бэнд То есть, в этом плане у него есть свои недочеты И также у него, к сожалению, нет модуля NFC Так что, видите, тоже компромиссное решение С одной стороны, вроде бы как он мегамощный Но с другой стороны, у него нет всех наших бэндов И, к сожалению, нет поддержки модуля NFC Так что для игроманов рекомендую Для тех, кто пользуется NFC и 4G, то тут уже нужно задуматься Ну и напоследок, ну хотя не напоследок, у нас еще Realme 7 Pro Смотрите, 21 900 На прошлой распродаже он стоил 19 000 Это было суперовское предложение Но вот сейчас 22 000 В принципе, тоже как неплохо Не суперовская цена, но вполне неплохая В пределах 22 000 рублей его можно брать Это у нас смартфон с более продвинутой камерой на 64 Мп от Sony То есть, он фотографирует в ночных снимках очень хорошо Здесь у нас AMOLED-экран Поддержка HDR-видео присутствует Супер-быстрая зарядка на 65 Вт То есть, смартфон заряжается просто молниеносно и моментально У него достаточно компактные габариты То есть, смартфон, безусловно, очень интересный И если вы не успели на той распродаже его взять И думаете приобрести В принципе, можно брать в пределах 22 000 рублей Я считаю, что этот аппарат можно покупать И вот напоследок хотел еще сказать Realme X3 SuperZoom подешевел Вот X3 SuperZoom также подешевел на этой распродаже На прошлой распродаже он стоил 27 000 рублей 27 990-28 Сейчас он стоит 27 То есть, он немножко на 1000 рублей стал дешевле Смартфон у нас предлагает мощный процессор Snapdragon 855 Plus Он у нас предлагает зум-объектив С пятикратным таким вот зуммированием и приближением Ну так, 64-мегапиксельный сенсор В принципе, неплохой экран IPS С частотой обновлением экрана в 120 Гц Ну, в принципе, вот все Неплохое предложение тоже Цена на него подешевела Так что данный аппарат также можно рекомендовать в покупке И еще я хотел сказать, что распродажа Черная Пятница Касается не только интернет-магазинов В магазинах местных Если вот говорить по Украине Розетка Тоже Черная Пятница будет Будет она почему-то стартовать с 23-го Я вот не знаю, почему в этом году решили сделать Черную Пятницу с понедельника Но не суть То есть, в местных магазинах тоже очень много интересных предложений Вот по Розетке Это для Украины Сразу могу сказать То, что смартфоны Realme подешевели по очень хорошим ценам Вот у меня друг тоже рассматривал какой-нибудь вариант Вот можно взять Realme 6 Pro 6500 гривен Это хорошая цена По сути, такая же цена, как на Tmall Ну, как вы знаете, Tmall доставки в Украину нет Но вот для жителей Украины Рекомендую посмотреть на смартфоны Realme в Розетке В принципе, там в Цитрусе Тоже везде такие вот интересные сейчас предложения В группе ВКонтакте я буду публиковать не только информацию по распродаже с Алиэкспресс А и информацию по распродаже с других интернет-магазинов То есть, Eldorado, Citilink, Розетка Там тоже интересные смартфоны по интересным предложениям Кстати, не только смартфоны Так что буду отслеживать эту динамику и в группе ВКонтакте вас информировать Ну что ж, на этом большое всем спасибо за внимание Если вам понравился данный выпуск, не забудьте поддержать его лайком А также советую вступить в группу ВКонтакте Для того, чтобы быть в курсе всех самых актуальных новинок из Китая Ну и подписываться на канал Потому как впереди вас ждет много полезных и информативных обзоров Всем хорошего настроения, не болейте и удачи!